Прошедший в Москве форум неделя российского ритейла удивил нас импровизированной выставкой достижений Горьковского автозавода, которая показала, каким будет серийный Соболь НН, а заодно продемонстрировала несколько новых версий Газели НН. Например, рефрижератор для перевозки замороженных продуктов. Обычно такие надстройки много весят, но по причине толстых стенок не отличаются выдающейся вместимостью. Этот фургон приятное исключение. Надстройка весит менее 800 килограммов, а внутри может поместиться до 13 кубометров груза. Усиленная теплоизоляция позволяет поддерживать температуру перевозимой заморозки на уровне минус 20 градусов Цельсия. Интересно, что силовые элементы рамы и кузова спроектированы таким образом, чтобы защитить фургон от опасных деформаций во время движения по неровным дорогам. Так что теоретически изотерма должна быть весьма долговечной. Заказчик волен установить любую холодильную установку мощностью до 2800 ватт. В штатное же оснащение входят 15 точек фиксации груза, камера заднего вида, система внутреннего освещения и сейф для хранения денег и документов. Вторая новинка на газелевском шасси – так называемый фудтрак. То есть автомобиль, в котором команда поваров может создавать кулинарные шедевры на массовых мероприятиях, выездных праздниках и вообще где угодно. Поэтому такая газель оборудована всем необходимым для приготовления абсолютно любых блюд и напитков. В просторном кузове есть варочная поверхность, мангал, фритюрница, тостер плюс кофемашина и микроволновая печь. Два стола, система подвода воды и вытяжная вентиляция гарантируют комфортные условия для работы из трех человек. К слову, один стол оснащен охлаждаемой поверхностью для заготовки продуктов из мяса, рыбы, птицы и некоторых видов овощей. При этом вместо базового варианта можно соорудить кухню какой угодно конфигурации. Скажем, строго заточенную под кондитерские изделия или свежие морепродукты. К электросети фудтрак подключается через специальные розетки, а для полностью автономной работы предусмотрен бензиновый генератор. Во время движения работу холодильного оборудования поддерживает встроенный аккумулятор. Продолжение следует...